всем здравствуйте мне говорят в эфире сейчас я подготовлю страничку которую я забыл подготовить и вернусь к вам я обещал устроить устроить показательную сборку пакета я пытаюсь это сделать вот но я забыл настой я это даже сделал нас я придумал как сделать показательную сборку пакета на забыл забыл о все забыл значит опубликовать ссылку вот я ссылку опубликовал сейчас мы начинаем отстань противная да все значит у нас нету никаких дополнительных материалов сегодня потому что это такое шоу вот но я надеюсь что оно вам понравится да значит и так и так я собрался сегодня собрать пакет собрался собрать пакет мне довольно много пришлось принимать как бы проанализировать различных факторов чтобы принять решение о том какую именно пакета буду собираться собирать вот значит то есть на самом деле на самом деле это не так просто с одной стороны это должен быть достаточно простой пакет чтобы в прямом эфире я первых я успел все сделать во вторых было более-менее понятно что я делаю с другой стороны это должен быть не вырожденный пакет который пользуется инструментариями инструментариями по которым и значит посмотрели за текущий семестр с третьей стороны он должен быть недостаточно сложно недостаточно усложненный еще он должен быть ну короче да еще он не а еще при своей простоте и он не должен был быть собран сизиф потому что это должен быть новый пакет да я же хотел собрать такой пакет которого еще не было вот а вот это как раз сложно потому что все простые пакеты уже давным-давно собраны в нашей репозитории и вот значит я Я довольно долго рылся. Потом я вспомнил, что есть такая организация Gnu, которая потихонечку теряет свои ведущие позиции в качестве роли мирового лидера в свободному софту. И это значит, что у них должно быть некоторое количество софта, который либо устарел, либо никто не трогал. И действительно, я порылся в этом списке и обнаружил такую штуку, которая называется курсинт. Курсинт – это такая почти что игрушка. Это синтезатор с текстовым интерфейсом, написанный на той самой библиотеке курсис, который мы с вами в начале семестра смотрели. Его действительно в Сизифе нет, вот его-то мы и попытаемся скачать и забрать. Сразу начинаем с того, что у этого проекта есть гитхабщик, а есть ссылка на так называемую последнюю версию исходников. И это разные вещи. Гитхабщик у него отвратительный, у них нет тегов, у них нет релиз менеджмента, а не просто что-то такое коммитит, и это всё. Между тем, вот этот последний, как бы последний, как бы последний, последний версий исходника, она тоже не последний. Вот с этим придётся тоже разобраться. Но это такие типичные Будды монтейнеры. Он всегда принимает решение собирать то, что Upstream назвал последним релизом, или собирать более свежую версию, которой поправлены какие-то ошибки, которые более совместимы с современными инструментариями и так далее. Вот. Мы изучим обе, потому что это не очень страшно. Вот. Давайте вот так сделаем. Вот. Значит, давайте мы на всякий случай... Вот. Это мои эксперименты. Мы их подвинем в сторону. Вот. Что мы делаем? Для начала давайте скачаем исходник. Он ещё на FTP лежит. Интересно, работает этот FTP вообще? Похоже, что работает. Вот. И посмотрим, какого он вообще... Какой он... Вот. Он версия 1.5. Ну окей, давайте-то склонируем с ГИТа, посмотрим, что у них там на ГИТе. В 15-м году они последний раз его исправляли. Это реально старый код. Вот. Вот где там у них версия лежит? Ну давайте посмотрим. А, это всё очень просто. Надо посмотреть в конфигуряк. Это фокуряк, и мы видим, что версия 1.6. Наверное, имеет смысл собрать более свежую версию прямо из ГИТа. Вот. Единственное что, поскольку процесс, который я описываю, устроен таким образом, что нам нужен именно торбол с исходниками, нам надо сейчас изготовить этот самый торбол, но это всё относительно просто. Это делается так. ГИТ архив, архив, минус префикс, назовём его прямо курсинт минус 1.6. Это чтобы он положил исходники в этот каталог. Ну и откуда? Отсюда. Та. А, минус-минус формат тар. Тар. Вот назовём его курсинт 1.6. Та. Мы могли сделать то же самое, например, скачав исходники вот отсюда. Вот отсюда. Нет. Да, вот download zip, там можно было download tar сделать. Но, в общем, это всё совершенно без разницы. Мы получили свой торбол с исходниками. Сейчас будем им заниматься. Ещё раз повторяю, что торбол – это штука необязательная. Просто тот процесс, который я буду сегодня показывать, он основан именно на работе с торболом. Поэтому так или иначе он нам понадобится. Давайте сделаем его сразу, чтобы нам не мешало. Итак, у нас есть некий торбол с исходниками, который мы получили. Вот он. Давайте мы, значит, примемся собирать этот пакет. Тут я сразу скажу, что сегодняшняя лекция, она такая не совсем лекция, потому что я не буду объяснять всё, что я делаю. Например, мы сейчас начнём с организации окружения изолированной сборки. Изолированная сборка – это штука, которая преследует аж три цели, слабо доступные на обычной пользовательской машине. Цель первая – достаточно безболезненно устанавливать в окружение сборочное и удалять оттуда всевозможные инструменты, необходимые для сборки конкретно этого программного продукта. Потому что если всё это делать прямо в хост-систему, то мы загадим хост-систему всевозможными сборочными инструментами, и там будет тяжело просто жить. А надо сказать, что, ну, в общем, вот. Это первое. Значит, вторая причина, по которой я буду использовать инструменты изолированной сборки, мы можем, находясь в рамках дистрибутива какого-нибудь, например, например, вот, например, какого-то среза нашего репозитория CZIF, собирать пакет под совершенно конкретный дистрибутив, например, под тот же CZIF, но самый свежий, буквально сегодняшний, там, последних нескольких минут времени обновления, или под стабильную версию типа платформы P10, которая у нас сейчас, или под будущую платформу P11. Короче говоря, мы можем ставить внутрь изолированного окружения такой набор пакетов, который соответствует тому конкретно дистрибутиву, для которого мы собираемся собирать этот пакет. Ну, в нашем случае, в случае компании, сообщества Alt-Linux Team и компании Bazalt, понятием дистрибутив называется конкретный продукт, а это называется репозиторий. Вот репозиторий CZIF, репозиторий P10 и так далее. Вот, поэтому, это вторая цель. Третья цель, это, чтобы когда у меня получится пакет, этот пакет соответствовал хоть какому-то другому набору пакетов. Вот если ты каждый день собираешь какой-то софт на своей машине, то там через неделю-две у тебя вот каждый следующий собранный тобой программный продукт будет собран с помощью собранных тобой уже программных продуктов на предыдущей стадии, и потом воспроизвести это где-то на отдельно взятой машине не представляется возможным. А нам нужно сделать так, чтобы вот собранный нами программный продукт превратился в пакет, то есть устанавливался опять-таки в рамках определенного репозитория, там, дистрибутивы P10 какого-то из, или, значит, CZIF и так далее. Да, значит, поэтому очень важно, чтобы в вашем окружении, с помощью которого вы собираете и тестируете пакет, были установлены именно пакеты именно из этого окружения. Тогда ваш пакет тоже к нему подойдет. Вот эти все три предпосылки, а, да, и четвертая еще изоляция в смысле, а вдруг вот в исходном коде этого самого пакета, продукта, который мы собираемся собирать, есть закладка, которая возьмет и все там поудаляет, или РМНФРФ делает, или там, не знаю, скачает куда-нибудь в интернет, значит, эти самые пароли, или еще что-нибудь такое, да, значит, было бы очень неплохо, ну, вообще любая сборка, это запуск каких-то сценариев, каких-то мейк-файлов и так далее, было бы очень неплохо, чтобы это происходило в не только изолированной, но и достаточно безопасной среде. Вот. Вот три таких, четыре таких требования мы сейчас организуем с помощью одной единственной системы, которая называется хэшер, и эта штука, которая изобреталась сообществом нашим еще, когда я поступал работать в Altlinux, то есть где-то в 2003 году, и потом много-много активно развивалось, вот отсутствующий нынче Арсений, который часто бывает на наших лекциях здесь, он как раз приложил к этому руку сравнительно недавно, сделал там какую-то клиенсерную модель, вот это все к нему приделал. Вот. Значит, что такое хэшер? Хэшер — это обычный чрут, то есть ситуация, когда мы разворачиваем некоторый набор некоторых дистрибутив в отдельном каталоге, а потом делаем системный вызов чрут, который, собственно, который, собственно, запускаем ему процессу, говорит, а корень у тебя здесь, выше этого корня ты не можешь попасть, и дальше вот работает. Вот. Ну да, вот это утилита чрут, а есть еще, соответственно, системный вызов чрут. Но, естественно, никакой чрут не имеет никакого смысла, если у вас есть права рута, и поэтому второе, что делается в хэшере, это используется библиотека под названием libfake root. Ну да, она такая очень-очень-очень технологическая. Короче говоря, это такая библиотека, которая позволяет запустить процесс, и этот процесс будет думать, что у него уид ноль, что он рутов, а на самом деле нет. При этом этот процесс будет иметь право ставить пакеты внутрь этого чрута, создавать там какие-то каталоги, то есть у него будут полноправные все права, которые имеет обычный пользователь, при условии, что этому обычному пользователю прилежит вообще все дерево каталогов. Вот. А если он будет делать какие-то очень-очень запрещенные для обычного пользователя вещи, например, монтировать какие-то каталоги, тогда хэшер вступит в дело и посмотрит, разрешено ли это делать этому пользователю или нет. И фактически в результате либо у нас будет очень ограниченный набор действий, который с помощью хэшера можно сделать, который требует права суперпользователя, ну буквально смонтировать несколько каталогов и все, больше ничего. Там просто смонтировать еще что-то в этом духе. Либо все действия будут производиться от обычного пользователя, хотя этот пользователь будет думать, что он рут. В результате мы получим окружение, для которого его автор, Дим Левин, это наш один из таких самых значимых членов сообщества, вообще-то вывел некоторые доказательства отсутствия воздействия того, что происходит внутри хэшера на хозсистему. То есть вроде бы считается доказанным, что что бы мы ни делали внутри хэшера, хозсистема от этого никак не изменится. Ну там все права четко разделены, отдельный пользователь для рута, вот этого фейк-рута, отдельный пользователь для сборщика и так далее. Вот. Все это делается путем, значит, некоторых, некоторые пачки команд, ну там хсх и нетруд, например. Чего? Да, ладно тебе. А, ну да. Вот. В специальном конфиге указывается, в каком месте, давайте мы сделаем минус в, стой, отстань, противно. Вот. В специальном конфиге указывается, в каком месте будет заведен этот самый нетруд. Вот. Туда скачиваются репозитории, туда скачиваются некоторые пакеты, они там разворачиваются. Вот. Собственно, все. Вот это место тут у нас проскочило. Home, George, Hesher. Сейчас мы его найдем. Вот. Значит, что там находится? Там находится Updbox. Это, значит, базовые пакеты, которые нужны для того, чтобы развернуть это окружение. Они все, ну, пересобраны в... В смысле, свалены в одну кучу. Там находится кэш скачанных пакетов. И там находится каталог чрут, который, собственно, который, собственно, есть root. Довольно типичная для системы изолированной сборки ситуация, если только вы не пользуетесь для изолированной сборки, как это сейчас модно, виртуалкой. Ну, потому что в виртуалке, понятно, все... Надо разворачивать целый образ виртуалки. Вот. Это инструмент суперлегковесный. В нем нет ничего, что съедало бы дополнительные CPU. Вот. Это просто такой чрут, но без рута. Ну, вот. И там где-то вот в этом месте... Вот в этом месте будет лежать домашний каталог того пользователя, который будет заниматься сборкой. Развернули. Значит, теперь давайте передадим туда... Передадим туда файл наш. Вот этот вот. Причем сделать это можно ровно одним способом. Можно положить этот файл в... Вот в этот каталог. Это единственный каталог, доступный пользователю на запись. Смотрите. Видите? Там пользователь, другой хозяин, Джордж А. Вот все каталоги, доступные на чтении записи Джорджу А, обычному Джорджу недоступны. Для того, чтобы вообще работал хешер, создается два стилита пользователя. Один Джордж А, другой Джордж Б. А вот это Джордж Б. Джордж А — это root. Он называется router в терминах хешер. А Джордж Б — это сборщик. Он называется builder в терминах хешер. Вот. И все. Соответственно, единственное место, куда я смог положить эту штуку, это было точка in, потому что оно принадлежит обычному Джорджу. Вот. Теперь мы говорим hsh shell. И это специальный режим работы хешера, когда мы интерактивно там с командной строкой работаем. Потому что, в принципе, хешер в первую очередь создан для того, чтобы собирать пакеты, соответственно, пакетно, да, не интерактивно. Ну вот. Вот. Мы немедленно копируем эту штуку. Вот сюда. Вот. Как я уже говорил, в этом случае USR SRC является домашним каталогом для пользователя Builder. Вот. Тут все очень плохо видно, потому что настройки терминала у меня такие. Сейчас я сделаю одну магическую штуку, которая просто упростит мне жизнь. Вот. А в действительности эта магическая штука супер тупая. Я написал скрипт, он называется mk-хешер. Я время от времени буду им пользоваться. Этот скрипт mk-хешер нужен для того, чтобы внутри хешера развернуть такое же красивое окружение с вот такими настройками, с вимом, со всеми пирожками, с дшелом, как и у меня на рабочем столе. Фактически он просто ставит туда все нужные пакеты, а еще вот таким же способом, с помощью копирования через точка in, закладывает туда все нужные конфиги. Все, больше он ничего не делает. Поэтому, когда я сделаю вот так вот, там, кстати, кажется, тты у там нет. И он сейчас меня выругается. Вот. Видите, он просто доставляет все нужные пакеты и потом еще копирует все нужные конфиги. Он, правда, девптс не хочет монтировать, потому что мне не разрешено это сделать. Как лучше сделать? Разрешить ему этот девптс или запретить? Давайте ради простоты просто разрешим ему делать этот девптс, монтировать. Так. Вот кажется так. Ну-ка. А, это можно проверить вот тут вот. Здесь-то у меня все настроено. Вот. Проц и сегруп. Нет, непонятно, почему девптс не девптс. Сейчас, секунду. Извините. А, во. Вот что нужно отредактировать. Так. Ну, давайте настроим его. Да, извините, я забыл это сделать на нашем, на сервере практикума. Давайте это сделаем. Вот. Это всего лишь настройки, которые говорят о том, какие из системных каталогов нужно прокидывать в этот чрут, потому что никто их не сможет прокинуть, кроме самой программы хешер, понятное дело. Ватс. Хешер может прокинуть настройки в чрут, а пользователь root внутри там. Это не root, это George A. Он ничего не сможет сделать и смонтировать ничего не сможет. Поэтому вот это все надо указывать в конфиг. Ватс. Так. А это у нас систем, да? Кат. Что у нас там сейчас в системе лежит? Ну вот. Давайте мы тоже поменяем. Просто скопипастим с другой моей машины. Вот. Вот это главная фишка. AllotMountPoints, чтобы можно было, например, цит и игрек монтирует прямо туда внутрь. Иногда некоторые программы этого хотят, чтобы у нас был настоящий терминал. Очень смешно, этого почему-то хочет Java всегда. А, нет. Java хочет слэш-проц всегда. Не знаю. Не знаю, в чем смысл такого требования. Но мы сейчас сделаем еще раз в МК-хашер, и он нам все даст, я надеюсь. Его надо перестартовать, да? Так. System.ctl. Рестарт. Хашер. О, черт. А как он называется? Я надеюсь, теперь у нас все получится. О, обратите внимание, что ничего не изменилось почти. За исключением того, что у нас пользователь называется Builder, а хост называется Localhost. Мы вошли в этот черт, получили права пользователя Builder. Вот он. Вот. И фактически мы сейчас видим, видим вот тот самый черт, который мы сейчас смотрели со стороны, но только вот уже находясь, работая там. Вот. Как я уже говорил, весь смысл этого МК-хашера нужен для того, чтобы подставить, оперативно подставлять нужные пакеты в это окружение. Теперь у нас есть Vim, такой вот, так же, как снаружи. ZShell я вот запустил, ну и так далее. Так. Ну, теперь давайте посмотрим, где же там наш пакет. Вот наш пакет. То есть он еще не пакет, это исходник. Давайте попробуем собрать тупо. Значит. Sources. Вот. Это, значит, его исходники. Мы видим в них конфигуряк. Мы видим в них, значит, какие-то, мы видим в них SRC, мы видим в них даже попытку перевода. Я пробовал переводить, не работает, потому что здесь используется однобайтный курс, и, соответственно, никакой Unicode. Вместо Unicode он рисует кашу. Вот. И две библиотеки, встроенные RT-Audio и RT-MIDI, они очень древние в этом конкретном коде, поэтому их нельзя отсюда выбрасывать. Я сегодня попытался собрать с системным RT-MIDI, он там уже какой-то IB поменялось, поэтому они просто с собой носят эти библиотеки. Ну вот, что, как это, Krimble, Kramble, Booms, конфигурии Make, Make, Install, только там сначала надо сделать авториконф. Давайте мы только, знаете, что сделаем? Для надежности, для надежности затолкаем это в гид. А то, знаете ли, сейчас мы начнем экспериментировать, а у нас не получится, как нам откатываться? Вот сейчас мы вот так и сделаем. Вот. Значит, что делаем? Авториконф. Нет. Авториконф минус F и S в. Классическая триада. что делает авториконф? Он видит конфигуряк, он просто запускает автоту, авто, авто все, кроме автоапдейта. В общем, автоконф он запускает, автохедерс он запускает, вот эту, а целокаль он запускает, чтобы создать всякие м4 макросы, которые нужны для нашей работы и так далее. Так, давайте посмотрим на выдачу. Но это относительно не слишком древний проект, за исключением вот этого. На самом деле, этот макро никому не нужен, потому что стандартный сишный хедер есть вообще во всех современных операционных системах. в некоторых раньше не было. Значит, они мне говорят запустить автоапдейт, я не буду запускать автоапдейт, потому что он ничего не поменяет. Давайте лучше погребим этот хедерс. ну, как я и говорил, в двух античных версиях библиотеки RT-Audio и RT-Midi, они правда очень старые, вот они очень старые, упоминается это автохедерс, который надо просто оттуда удалить. А, кстати, мы можем, сейчас, секунду, давайте проверим это. Автоапдейт. О! Посмотрим, что произошло. О! Смотри, что он сделал. Автоапдейт, который нам советовали запускать. Он взял и вместо вот этого автохедерс вставил вот такую пачку. Вот. типа смотрите, мы сейчас сделаем как было раньше, но имейте в виду, что надо это все удалить просто тупо. Ну, и удалим. Так, где там ворн? Вот он. Это все нам не нужно. Вот эти хедеры нам нужны, а те хедеры нам не нужны. Ну, сделаем такую же, такую же. Мы могли этого не делать. Мы могли этого не делать. Ну, подумаешь, упраздненный макро, он все равно работает. Вот. Но для красоты, конечно, надо это было сделать. Заодно я вот как бы показываю будни, так сказать, монтейнера. Да и сделаем то же самое автоапдейт. Вот это тоже удалим. О! Кстати, видите, здесь закомментирована вот эта штука jokul.un.std, ну и ладно. Так, ну тогда уж для проформы сделаем и здесь автоапдейт. Он ничего не поменяет особо. Он только скажет, что была версия автоконфо 2.68, а теперь 2.71. Ну и пробелечки здесь зачем-то убрал. Не знаю, зачем это сделал. Ну вот, давайте это закоммитим. Только не update, а fresh. Хорошо. Это был, значит, у нас еще раз авториконфо тогда. Сейчас секундочку проверю, что там все, что нужно. Да, вот, конфигурь, конфигурь, конфигурь. Отлично. Хорошо. Пробуем еще раз. Во! Вроде ни одного предупреждения не было. Конфигурь. Так, говорит, тут у нас C++. Где у вас C++? Не поставили вы C++? Давайте поставим C++, подумаешь, проблема. HSH install GCC C++ на самом деле мы можем даже сказать has shell и сказать ему ZSH минус L. Это будет то же самое. Войти туда в shell. Пробуем еще раз. Мы сейчас это будем делать раза 4, потому что нам будут все время вылезать непоставленные пакеты. Я, кстати, обычно делаю по-другому. У меня вот в этом MkH есть такой макрос поставить все, что нужно для разработки на GTK, например. И он туда закидывает просто грепом тучу пакетов. Потом, значит, большая часть из них не нужна, но есть специальный инструмент, мы сегодня будем трогать этот инструмент, который позволяет понять, какие нужны с большей зависимости, какие нет. давайте еще раз. А, нет, это не надо было делать. Это было делать не надо, у нас все это работало. Да, значит, надо было конфигури запустить, а не это. Смотрим, что еще. Конфигури говорит, хочу Libasound. Libasound говорит, хочу. Что это за Libasound такое? Давайте поищем. напоминаю, что Libasound приводит к поиску файл под названием Libasound. Есть такая библиотека Iberty. А, нет, а может Libiberty она называется? Она называется Libiberty, потому что при сборке минус Libberty, говорится. А библиотека содержит разные хитрые функции, которые обычно есть в большом хорошем годном Libsie и нету в плохом негодном пропитарном Libsie. Короче, Libasound нету, но есть... Сейчас, а почему нет девела? Любался девел. Сейчас, а где ты стул любался девел. Так, что-то я не понял, почему девел библиотеки нету? нас вообще девел? Что, я там что-то не до это самое, не до конфигурировал? Ммм... да, да вроде все нормально. А как же он называется-то? Интересный вопрос. вопрос. А, я идиот. Это же сподруда надо делать. Вот. Короче, Libasound находится, на самом деле, влюбился девел. Вот, если мы вот так посмотрим, мы увидим. вот он. Так, дубль 4. Не факт, что нам поможет этот дубль 4. Я думаю, что там еще что-нибудь ему понадобится. Понадобится. О! Да ладно, я только что его поставил. Не надо мне, пожалуйста, гнуть. А! Ну я, конечно, молодец. Я его поставил в хост-систему. Извините. А поставить его надо вот сюда. О! Вот теперь все правильно. Так. Так. Там она удалилась? Удаляйся. Не нужна ты мне. Не нужна ты мне. Так. Пробуем еще раз. О! Почти готово. Значит, я вангую, что там будет еще недостающий, но сборка уже, как видите, вернее, конфигур уже, как видите, проходит. Все нужные библиотеки он нашел. Давайте посмотрим, что он не нашел. Это обычно вот так делается. ничего интересного не нашел. Обычно вот это проверяем тот, а его нету. Это как раз диагностика на проверку нужных библиотек. Но тут видите, он не нашел какого-то VFOR, никому не интересно. Он не нашел функции POV, но эффект не из функции POV. он проверил, если в курсе нужно ли в курсе использовать курсет, нужно ли использовать при сборке локализованных версий либо Intel, ничего этого не нужно. включать C++11 стандарт для C++ код текстов, потому что GCC13 уже там 2x поддерживает. Окей, значит, это у нас был конфигурь. Конфигурь, значит, нам должен был макфайл уже сформировать. Вот он. Пробуем собрать. Сейчас посмотрим, сколько у нас процессоров. Неизвестно, сколько у нас процессоров, потому что мы это дело сис-девайсов не смонтировали в хэшер. Ну, давайте спросим снаружи. Два у нас процессора. Ну, ладно. Значит, мы конфигурируем нашим сделан, доделать мейк, ну, скажем, минус G3. Пускай собирает. Вот. Значит, напоминаю, я кажется, о, инкурсиса нету. Они забыли проверить на существование инкурсиса. Молодцы. В конфигуре нету даже инкурсиса. Черта не такие. Видимо, они считали, что инкурсис вообще всегда есть в системе. Вот. Сейчас поставим. Напоминаю, что мейк умеет в джобсервер, то есть он умеет запускать несколько потоков сборки одновременно. Поскольку у нас всего два процессора виртуалки, то трех потоков сборки достаточно, а значит, инкурсис девел ему нужен, давайте поставим, либо инкурсис. Я попытался скомпилировать эту программу с инкурсис w девел, чтобы русские буквы добавить, но, как я уже говорил, это закончилось тем, что он неправильно всякие стырлены стали работать, но не рассчитан он, короче, на УТФ, что печально. Так, ну что, пробуем дальше. Тек. Непонятно. Так быть не должно. Давайте тогда все сотрем. Может быть, от установки новых библиотек что-то произошло и даже сделаем реконов. Все по новой. Вот интересно, если сейчас не соберется, что это такое делал в домах, что-то собралось. О, смотрите, сборка бинарника прошла. Вот. Он даже переводы как-то там поделал, хотя их нету, я уже жаловался на это. Но не прошла сборка документации. Поскольку это часть проекта Гну, документация там монпэйдж вообще нету, там есть инфу. и фото типа круче, и гнушники такие, очень долгое дело, долгое время гнули пальцы, говорили, используйте инфу, не используйте манфу. Короче, у нас нету чего, у нас нету макинфо. Вот. Вот это все надо было в автоконфиг, в смысле в конфигурях вставить и то, и то, наличие инкурсис и наличие макинфо. Почему они этого не сделали? Неправильные люди. Ну ладно, ну что нам стоит? Мы поставим. Мы люди не гордые. Макинфо значит макинфо. Доделывай. Доделал. Вот есть даже какой-то бинарник, этот самый курсинт, который вот как-то вот что-то вот. Мы даже попробуем запустить. Я не уверен, что он запустится там на виртуальной машине, там возможно нету аудиоустройств. Но вдруг? Да, но аудио девайс фаунт. Ну давайте попробуем запустить здесь. Я конечно не уверен, что это правильное решение. Но вдруг? Понятное дело, что то, что я сейчас делаю, это абсолютная авантюра, потому что мы ничего никуда не устанавливали. может ему какие-то библиотеки нужны или еще что-то. Ну или давайте не так сделаем, давайте вы мне поверите, что он рабочий, а мы сейчас лучше из него сделаем пакет. А потом мы его поставим и посмотрим, что он работает. Я бы, конечно, когда я дома это собирал, я тут же его скопировал, запускал, и он действительно что-то такое делал. В данном случае это не очень важно. Хорошо. Теорема существования допустим доказана. То есть я запустил этот бинарник или скопировал весь этот каталог, запустил этот бинарник, короче, и он даже запустился. Очень хорошо. Но этого мало. Мы только собрали продукт, мы его никуда не установили. Мы можем сказать make install destdir. Destdir это стандартная опция для автотутуз, поэтому я говорю не глядя, но что-нибудь вот такое. И посмотреть, что он туда понаставил в этот TMP ку-ку. И мы видим, что он понаставил экзерсинт, он понаставил uscshar.info к нему, и он понаставил какие-то дополнительные файлы, в которых видимо лежат какие-то настройки звука патча. В терминах звуковиков патч это оцифрованный звук, который нужно воспроизводить. Он называется патч, потому что обычно его загружают внутрь какого-нибудь органчика, как бы патчет органчик, чтобы он звучал по-другому. Ну вот, предположительно это вообще должно работать. Давайте для экономии времени это предположение примем как данность и соберем таки пакет. Значит, что мы собрать пакет? Надо вспомнить, о чем мы наделали, о чем мы нахакали в этом исходнике. Потому что я нахакал в этом исходнике. Вот. я нахакал на самом деле это был достаточно хороший исходник. Я не исправлял в нем баги, а то такое тоже бывает. Особенно если код старый, там в старых GCC работает, но в GCC не работает, все. Вот. Ну вот этот патч, конечно, надо сделать. Вот. Складем его туда же, туда же, где исходники лежат. Назовем его вот так. Вот. То есть после развертывания этого архива надо еще наложить вот этот патч, который немножко исправляет конфигуряк. Вот. Хорошо. Собственно, давайте сделаем делаем от него так называемый SPEC-файл. SPEC-файл это организм, файл спецификации. И это такое дошедшее до наших времен легоси с тех еще пор, когда сборка пакета и установка пакета было примерно одним и тем же действием. В этом файле описывается как метаинформация про сам пакет и опции его установки, так и процедура его сборки. Вот. И выглядит это примерно так. Значит, это файл формата rpm. У нас в сообществе принят, несмотря на то, что apt у нас ставят apt, но, то есть, диспетчер пакетов у нас apt, а менеджер пакетов у нас rpm. Так уж, такое же было принято решение. Вот. Называется он, значит, курсинт. Версия у него 1.6, как мы договорились. Релиз. Релиз – это версия пакета с точки зрения мантейнера. То есть, вот, upstream выкатил версию 1.6, я ее собрал, и релиз у него alt 1. Потом я что-то в ней поправил, например, багу, и релиз будет alt 2. И так до тех пор, пока upstream не выкатит новую версию пакета. Вот. Что здесь еще нужно написать? Name, version, release. Source. Ну, процент name, процент version, точка tar. То, что отмечено процентом, это макросы, макрос name – это name, max version, это version, спасибо, как. Еще есть макрос release – это релиз. Вот. Пета, что касаемо, что касаемо, теперь информационная часть. URL. Это, вот тут он такой красивый, вот этот URL, да, вот он. Что там, summary. Это, то, что здесь вот написано, здесь вот написано, Polyphonic Music Synthetizer, это Trans Graphically Inside Your Terminal. Спасибо, дорогой. Вот. Традиционно это делается с большой буквы. Вот так. А, я забыл одну неприятную вещь. Хешер не умеет без пты, ну, не важно. Короче, summary. а, я еще забыл такую штуку, как и license. Вот. Давайте посмотрим, какой у нее лицензия. Копинг. Наверняка это файл копинг. GPL V3. GPL V3. Вот эти аббриатуры, какая там лицензия, можно, можно саму лицензию не класть, если она стандартная, и на сайте с PDX, она просто есть. Давайте с PDX покажу. Вот. Вот. Вот сюда надо ходить, чтобы, значит, понимать, как называются лицензии. А вот эти самые аббревиатуры, вот наш GPL где-то тут тоже должен лежать. Формально он как-то по-другому пишется. Вот. Вот так надо писать. GPL V3.0. Ну, короче, GPL V3 тоже годится. Это просто лицензия. Так, что-то еще. А, все еще нужное поле. Групп, которые уже все повыкидывали, кроме нашего сообщества, а нам просто лень. Оно раньше использовалось для категоризации. Раньше люди верили в то, что можно все по категориям разложить и будет удобно искать. Сейчас вместо этого используют хэштеги, разумеется. Ну, в общем, вот. Так. Что у нас еще? У нас есть патч. Какой у нас патч? Сейчас мы насмотрим, какой у нас патч. Вот он. Во. Кажется, я ничего не соврал. Больше нам ничего не нужно. Теперь описываем процедуру сборки. Как развернуть... Как... А, нет, еще description. Да, нам еще нужен description. Description – это длинное описание вашего пакета, чтобы можно было, когда вы смотрите в пакетном диспетчере, почитать, что это вообще такое. Вот. Ну, можно вот это скопипастить, но оно большое. Давайте вот это сделаем вот так вот. Вот он наш... Вот и description. О. Только по стандарту он должен быть отформатирован в 60 колонн. Вот так вот. Значит, дальше. Преп. Секция преп в спеке рассказывает, как развернуть исходники. На самом деле, ничего, кроме слова setup, писать не надо, потому что этот макрос умный, он знает, что есть source, что у source есть расширение tar, что после распаковки образуется каталог под названием nameversion, он все это знает. Поэтому достаточно написать просто setup, и уже будет хорошо. Мы, кстати, можем это прямо сейчас проверить. здесь, смотрите, RPM build минус BA RPM спек О! Видите, что он сделал? Он взял и развернул его ровно туда. Это макросетап сделал. Отлично. Только нам его еще надо пропатчить. Макрос патч без ничего. Возьмет патч с именем без ничего. Если бы патчей было двое, был бы патч 1, патч 2, патч 3. И применит его к нашему этому самому. Только надо не забыть сказать ему ключик минус P1, потому что это же патч, сделанный гитом, а у гита патч, если вы помните, давайте мы сейчас это еще раз посмотрим. О! О! Видите, да? Левый каталог. Вот мы патчем конфигуряк, но в конкретном git diff написано a slash конфигуряк, b slash конфигуряк. Вот этот каталог надо скипнуть, поэтому патч мы минус P1. Ну, давайте проверим, как он запускается. Вот, пожалуйста, он приложился, всем хорошо. Отлично, давайте-то соберем. А вот со сборкой все еще проще или еще сложнее, в зависимости от того, с какой стороны подойти. Есть специальный макрос, который называется makebuild. и он, этот макрос, раскрывается, сейчас покажу, во что. Неправильно. А как правильно? А, нет, давайте сначала конфигурь. Стой, стойте, стойте, какой мы их билд? Сначала конфигурь. Сначала авториконф. Причем, опять-таки, это макрос, потому что именно оттуда я узнал, что авториконфу надо передавать память о минус F, минус I, минус V, минус S, потому что один раз я запустил вот это. Вот. Следующий макрос будет называться конфигурь. И он просто раскроется в довольно обширную полотенце, которую настраивает более-менее приличное окружение для сборки. Мы передаем нашему компилятору C-Flux минус O2 и минус G, чтобы он собирал его с отланчиком. То же самое мы передаем ему в случае сборки C++, то же самое мы передаем в случае сборки Фортрана. Вот. И то же самое передаем в случае сборки Assembler, если какая-то хрень, на которую мне даже смотреть неинтересно. Дальше. Дальше тут всякие проверки относительно того, как мы будем проверять качество полученного пакета. Вот. Дальше на всякий случай на всякий случай он копирует config.sub и config.ges, если их вообще не было в текущем каталоге. Ну и запускает наш конфигурь. конфигурь с огромным количеством, не огромным, обозримым количеством параметров, в котором мы можем узнать, что префикс у нас будет slash usr, а не usr local, как это бывает по умолчанию, что бинарник у нас usr bin, и так далее. Config у нас в etc лежит, библиотечка usr lib64 на всякий случай, потому что у нас 64-разрядная платформа, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это просто макрос, в котором забиты для нашего дистрибутива, дистрибутива сообщества altlinux team, принятое умолчание, куда что кладется. Окей, конфигурь. Ну и make build, который, как мы только что видели, отличается только тем, что он запускает make с ключиком минус j, тем самым ключиком минус j ему передает количество процессоров. Кстати, по умолчанию он знает, что их два. Ну, он тоже сходил в slashproc. Ну вот, давайте попробуем. Вот он, значит, там запустил make, в смысле, он запустил prep-стадию, которая развернула нам, мы это знаем, теперь он запустил конфигурую, там мы видели авториконф, это конфигуре, это пошел make, патч там уже наложился, мы это тоже видели, вот, он даже все собрал. Осталось только установить этот пакет куда-то и сделать из него пакет. Это делается в секции install, в секции install, make install. Давайте проверим, что я не ошибся, что этот макрос правильно работает, что это тот самый макрос. макрос. Такая же история. Что такое make install? Это макрос, это вызов make, с указанием того, что install, команда, программа install будет работать с указанием того, куда мы будем устанавливать в качестве префекса собранный пакет. И тут оказывается, видите, что USR, SRC, TMP, имя пакета, defys build root. То есть, мы такой способ в прошлый раз как раз смотрели. Мы берем какой-то выделенный каталог, все туда ставим, и это все. Сейчас мы это увидим. Каждый раз. Вот, кстати, есть одна такая фишка, сейчас покажу ее. Называется короткое замыкание. Нет, реально называется короткое замыкание. Чтобы не запускать всю вот эту фигню, если мы уже все собрали, а хотим только заново установить пакет. Вац. Чего ему не нравится? Не понял, что я сделал неправильно. Что-то я сделал неправильно. Ну, давайте вот как раз воспользуемся этим коротким замыканием. Значит, short-circuit. А, нет. Минус B и install. В стадии install. О, вот, все заработало. Это, видимо, я забыл сохранить, как обычно. Вот смотрите, что сейчас произошло. Он взял, ну, давайте еще раз это сделаем. Что, это был минус rf, ты. Вот он. Это какие-то временные каталоги, которые никому не нужны. Вот. Значит, еще раз. Что сейчас произойдет? Он проскипает все стадии развертывания, патчения, сборки, и дойдет до стадии install, только вот тут минус i, минус install. Вот. И попробует установить уже собранный пакет. Вот он его установил. Вот он вызвал этот самый, запустил стадию make install. Да? Сейчас. Вот, execute install. Вот. Он по всем каталогам пошарился, где нужно сделать install. Получил вот такое дерево каталогов. Он говорит, слушайте, вы тут поустанавливали пакеты, но ни одного из них, вернее, поустанавливали файли, но ни один из них в пакет-то не входит. Вы не сказали, какие файлы входят в пакет. Вот. Мы зато можем посмотреть, что он туда поставил. Cursint поставил, вот эти свои патчи поставил, и Cursint info. Причем, эта info захзепленная. Ну, хорошо, давайте, давайте так и сделаем. Что уж такое. Теперь-то все просто. Files. Bindir. Звездочка. Это было слово bin. Все, что ставится в Bindir, подчеркиваю, Bindir, это макрос, который, собственно, и есть user bin. Да, все, что ставится data.dir slash name, это весь каталог. Где он там? Секунд. Сейчас мы это увидим. Не увидим. Ну, ладно, это, короче, весь каталог. Что там еще было? А давайте проверим, что там еще осталось. А ничего. А, нет, инфо еще, конечно. Еще infodir. так. Infodir name звездочка. Обратите внимание на то, что вот этот файл, точка, файл под названием dir в infodir, мы скипаем, он, это генерация, по-хорошему, его не нужно было генерить, но процедура инсталляции его сделана. Вот. Обратите также внимание на то, что теперь вот эта стадия работает гораздо медленнее. Смотрите. Ой, чего тебе не нравится? А, RPM его макросы. У RPM очень, очень странное представление о том, как раскрываются макросы. Вот, макрос name звездочка, это макрос такой. Макрос name точка звездочка, это макрос name точка звездочка. Когда придумывали RPM name макросы, видимо, дисциплины этого придумывания у людей еще особо не было. Обратите внимание на то, что он стал работать дольше в этой стадии. Что происходит на этой стадии? На этой стадии происходит принятый в нашем сообществе, в сообществе Altinux Team, дополнительные проверки на качество, на качество пакета. Смотрите. Вот этот вот, BRP Alt. проверяется в правильное место ли поставлено. Не поставлено, например, бинарные библиотеки в слэш-лип, а архитектура у вас 64-разрядная и должен быть лип 64. Проверяется формат этих библиотек, проверяются всевозможные специфические для различных подсистем свойства, которые должны быть у этих файлов. Поскольку мы собираем программу на C, проверяется, какие у этого бинарника программы на C есть запросы. Обратите внимание. Помните, я рассказывал про SetVersion? SetVersion это такая штука, которая как бы указывает версию, но в действительности это множество всех предоставляемых символов. Так вот, про нашу программу написано, что она хочет LDLinux, понятно, загрузчик, а еще она хочет либо саунд, причем из этого либо саунда она хочет вот такое подмножество имен. Напоминаю, что вот это каша из букв это на самом деле оптимальным образом упакованный просто набор имен, которые им нужны. При этом она указывает, какие версии совместимы. Еще он хочет Curses, и из Curses он хочет очень немногое. Еще он хочет либо CTC++. Короче говоря, выясняется, что наш бинарник хочет кое-какие библиотеки. А на это натравливается следующая стадия. Следующая стадия состоит в том, что раз он хочет такие библиотеки, значит, это будет записано в созданном нами РПМе в поле requires. Мы не написали, что мы хотим этих библиотек, но роботы это узнали. Вот. То есть, давайте прямо это сделаем. Минус БА уже на этот раз. Вот он еще раз прошел всю эту стадию. Вот он создал пакет. Давайте посмотрим. Минус минус РПМ Куэри минус минус requires вот этот. Это исходный пакет с исходниками. Отдельный формат. Напоминаю, что мы работаем все еще в парадигме, когда сборка и установка это почти одно и то же. Поэтому он создал специальный пакет с исходниками. Сейчас посмотрим, из чего он состоит. Вот. А вот этот пакет с бинарниками минус П. Ты что делаешь? Минус. Что это такое? А, секунд. Надо вот так сделать. Дело в том, что хешер не умеет или хешер или затшел, короче, он не умеет не умеет призменить. О! Во, глядите. Вот это поля requires сгенерированного пакета. Руками это было бы доставить замучаешься. Это еще очень маленький пакет. Там их могут быть сотни строк. Вот. Вот это зависимостно на либо саунд. Вот. Вот эта зависимость на incursus. Вот эта зависимость на math. Вот. Ну и так дальше. Да? Как видите, эти зависимости, это зависимости не на пакеты, а на некоторые сущности с предоставляемыми символами. Да? вот на такую сущность. Да? Только вот эта зависимость кажется на файл. Остальное это зависимость на что-то. Вот. Так устроено, кажется, везде в той или иной степени так устроен автоматический подбор зависимости при сборке пакетов, чтобы вот это все не нужно было писать людям руками. Вот. Мы почти закончили забирать наш пакет за одним двумя исключениями. Исключение первое. А все-таки что из той сборочной среды, которую мы только что на вояре необходимо для сборки этого пакета? Возможно, мы поставили лишний пакет. Возможно, мы поставили пакет, про который мы забыли. Я уже не помню, что мы ставили. Курс ставили. Я помню. Для этого есть специальный скрипт, тоже, значит, разрабатыванный у нас в сообществе, который называется BuildRack, который худо-бедно умеет определить, какие именно пакеты использовались при сборке от начала до конца, от начала на стадии, при использовании на стадии сборки для вот этого спека. Вот. Что он для этого делает? Он заново запускает процесс сборки и тупо и с трейсом кажется тупо и с трейсом. Смотрит, какие файлы при этом открывались. А потом, каким пакетом эти файлы принадлежали. Все. Вот. Соответственно, сейчас мы увидим, что нужен GCC, сейчас мы увидим, что нужны девел-версии вот этих двух библиотек, одна из которых, инкурсис, а вторая я забыл, что нам нужен, что нам, либо саленд, что нам нужен какой-нибудь make-info. Зачем тут Python 3, не знаю, мне кажется, его можно выбросить. я сказал, что это не... Обратите внимание, что BuildRec отредактировал нам spec-файл. Вот он говорил, мы это все повыбрасывали, Python нам не нужен, он там все равно будет. Вот. Мы это все повыбрасывали, а вот эти четыре вещи вам точно нужны, потому что они по умолчанию у вас не ставятся. Больше никаких ни requires, ни build requires у нас не нужно. Мне кажется, пакет практически готов. Давайте мы его соберем. Без шерцой, как-то от начала до конца. Вот. И попробуем установить и потестить. У меня сегодня в планах было еще рассказать, как теперь его поместить в сборочницу, поставить в очередь и так далее, но я этого сделать не успеваю, и это не имеет особого смысла. Я могу продемонстрировать очередь в сборочнице, но это не имеет особого смысла, потому что это связано с понятием монтейнерства пакетов, про которые мы не говорили вообще в течение этого семестра совсем. Если из того, что я делаю сейчас, вы узнавали кое-какие вещи, которые у нас в течение семестра были, то вот дальше я просто покажу, как это устроено. Вот. Ну что, давайте для начала хоть проверим, что он работает. Мы даже не знаем, работает ли он. Ну, то есть я знаю, я дома проверял, но тем не менее. Давайте его всосем. Значит, rsync msavp linux-prag хешер chroot usrc rpm rpms x86-64 Вот этот пакет всосем, ну, скажем, в темпы. теперь из-под рута его поставим. Ну, вот тут, тут уж никак. Кстати, я сейчас рискую. Дело в том, что этот пакет, как мы видели, занимается синтезатором, издает звуки. Как бы он, будучи собранный с обычным ALSA, низкоуровневым, не законфликтовал с нашим UBS-ом, который сейчас, на котором мы вещаем. Не знаю. Ну, давайте посмотрим. apt-get install, нет, ls tmp cursint apt-get install. Все может быть. Я мог собрать пакет так, что он не очень хорошо устанавливается. Мы его не ставили в очередь на сборочницу, к нему не применялись так называемые sisyphus checks, то есть проверки на то, что пакет нормально помещать в репозитории, то есть все полиси нужные выполняются, что в нем нету анметов, что в нем нету... Ну, короче, там довольно много разных наборов, что он хорошо устанавливается, например, это тоже проверяется при сборке в сборочнице, что вот эта установка работает. Но он работает. Вот эти сообщения, не обращайте на них внимания, эти самые авторы, утилиты Греб, в конце концов их стало раздражать, что есть слово E-GREP и F-GREP, они сказали, нет, пользуйтесь только GREP-E и GREP-F, а E-GREP это такой врапер, который запускает GREP-E и выдает это сообщение. Но поскольку последние лет 40 существует именно E-GREP, очень трудно из какого-то кода прям вот взять все сразу выковырять. Я из своих пакетов выковырил, кстати. Но это не мои пакеты, это какие-то, какие-то установщики. Ну вот, смотрите, у нас даже установился этот курсинт. Ну что, барабан и дробь, пробуем его запустить. Он упал. Он упал именно потому, что он попытался открыть тот же самый девайс. Так, что мы будем делать? Его можно попробовать запустить на удаленной машине без звука, но это как-то неинтересно. Можно попробовать перезапустить его здесь. безе, видите, он попытался хардварно сходить. Ща. А может быть, у нас есть два разных устройства каких-нибудь? Нет, только одно. Я, конечно, могу запустить на другой машине, но там же не будет слышно. Какое-то триумфальное просто провал. я думаю запустить запустить его в виртуальной машине, чтобы он пользовался высокоуровневым звуком, и тот звук оттуда пробросится, может быть, заработает. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут есть? здесь есть. Так, что у нас есть? Взять ноутбук студента мне советуют. Да, для этого надо только ноутбук студента с альтом взять. это пока что не часто бывает нужно. Не часто бывает возможно. Неожиданный бонус. Я совершенно не уверен, что все, что... Нет, 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 перезагрузить. Что все, что... Что все, что мы сейчас будем делать, заработает, но если заработает, это будет несколько волшебно, потому что давайте... Это абсолютно не относится к разговору о том, о чем мы сейчас говорили. Давайте я вам расскажу, что сейчас происходит. Значит, сейчас мы загружаем внутрь виртуальной машины, запущенной на моей рабочей машине, которая находится в аудитории 760... 7602? Там. По сети факультетской образ, который будет смонтирован по NFS, и этот образ для практик, кафедры СВК я разрабатываю и поддерживаю. А, соответственно, вот эта виртуалочка, она находится в той же, в том же влане, что и те, значит, машины в маш-зале третьем, маш-зале четвертом внизу. Вот. И я ее использую как раз для того, чтобы этот образ отлаживать. Если что-то я там меняю, я сначала его вот здесь пробую, а уже потом выставаю на обозрение. Вот. Предположительно, вот этот собранный мною пакет может запуститься там со звуком, потому что там в виртуалке пускай будет, значит, никто ничего не трогает, а снаружи пробрасывание звука произойдет через пульс аудио ватс, и все будет должно, по идее, должно работать. Я не знаю, давайте проверим. Надо сначала залогиниться в факультетскую, в факультетскую сеть. Вот он. Хорошо. Теперь надо попробовать. А, кстати, нет, так меня не пустят. Но сейчас я попаду рутом. Значит, какой у нас там IP-адрес? Секунду. Вот. Так. Теперь, значит, надо туда скопировать, надо сюда вот сделать rsync. НК-авп. linux-прак, хэшер, шрут, usr, src, rpm, rpms. Вот этот самый пакет сюда. Теперь его надо скопировать. Ну, можно с цп. Какова фамилия? цирсинт. Куда? На титер 17, вот сюда. Вот. Получилось. Возвращаемся, значит, к нашей виртуальной машине. А, нет, нам туда зайти и установить его. Где я делал сцп? Вот здесь я делал сцп. Вот. Теперь, ну, пускай так будет, мне кажется. Вот. Устанавливаем его. тоже, кстати, может не заработаться, но я надеюсь, что заработает. слишком свежий. Он для Сизифа собран. Ну что же, а вот это уже интересно. Давайте мы потратим 10 минут на то, чтобы собрать его для другой платформы, буквально вот из ничего. для этого нужно сделать на самом деле несколько очень простых очень простых операций. Вот. В чем идея? Идея стоит в том, что мы собрали наш пакет для Сизифа, а на этой прошивке, в которой мы собираемся установить, там стоит, там стоит дистрибутив на базе P10. не может быть, там тоже должен быть Сизифа. Ну, попробуем. Попробовать-то всегда можно, да? Значит, что мы сделали? Мы вот тут вот, да вот тут вот я, вот тут вот у нас есть пакет, его надо вытащить, вытащить наружу. Это надо вот сюда, секунду. вот. Так, значит, здесь надо сказать, ВП8, нет, это мы долго будем делать. Во-первых, ВП8 бренч нас не интересует. Во-вторых, что у нас там с этим, да блин, у нас мир факультетский не работает. Может быть, так заработает? Да. Ждем. К сожалению, у меня в этом самом, в Linux праке не настроено, не настроено никакой репозитории, кроме Сизифа, я хочу собрать это под P10. До этого я воспользуюсь машиной, на которой он настроен. Сейчас он скачает все нужные индексы. Давай, 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 рожай. О, так. Ну ладно, а как он называется-то? по 10 бренч. Фу, это упой. Вот. Вот мы сейчас создадим, создадим, по-быстрому создадим окружение, скачаем туда SRPM, соберем его там, посмотрим, что получится. Так. теперь, как там, вот так вот, ой, нет, а почему я его не скачал? А, потому что вот так надо было сделать. минус V надо было сказать, чтобы было видно, что он работает. Нет, не хочет. Ну давайте ждать. Вот, по идее, он сейчас должен скачать, затолкать туда, нужные пакеты, попытаться его там собрать. О, черт, ну я идиот. Самое интересное-то. О, значит, смотрите, что тебе не нравится? Слишком новая версия автоконфиг. Сейчас откатим патч. ну ладно. что сейчас происходит? Происходит попытка сборки под стабильную платформу P10, которая уже несколько лет. Там, в ней автоконф уже старый, и поэтому, когда я обновлял автоконфиг автоапдейтом, там версия 2.80, сколько-то там, 2.71, оказывается слишком новая, он сказал, нет, слушайте, у вас такого нету. Ну вот, давайте попробуем тогда вот еще раз это сделать. Вот так мы делали, только не отсюда, а вот отсюда. хашер, чрут, usr, src, rpm, rpms. Во! Дубль 2. Ну что, пробуем? Вдруг получится. Нужно сначала рутом вот здесь вот. yes. Ну что, варабамин дробь еще раз. Во-первых, он должен запуститься хотя бы. Не уверен я в этом. Запустился. Вот. Во-вторых, надо посмотреть, что там с просбросом звука. Ну вот, значит, тут он ему хотя бы не мешает. А, вот тут такая еще есть штука. Тут можно загрузить разные патчи. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Хорошо, что я не стал показывать, как это все ставится в сборочницу, потому что, видите, у этого пакета еще есть некоторое количество недостатков, но, как видите, зато мы сегодня пронаблюдали, правда, как это, со скоростью звука примерно, как происходит сборка на другую платформу. форму. Да, вот мы, что мы успели сделать, это собрать пакет еще и под P10, развернув соответствующий репозиторий, под, ну, вот, вот, вот сейчас покажу, я на этом закончу. в соответствии с этим конфигом, вот, в том месте, где вам доступен соответствующий репозиторий, тут можно было HTTP написать, он выходил каждый раз туда. Вот такие дела. Значит, закончу вот чем, значит, в результате, в результате у нас собрался пакет, который даже работает, и мы даже затолкали его в виртуалку, я показал свой, значит, инструмент работы с виртуалками, который теперь мне нужно подписать и отправить на сборочницу, чтобы та сборочница собрала его из исходных текстов, вот, проверила на соответствие полисе по помещению пакетов в CDIF, в репозиторий, вот, в частности, установка, символы, ну, вот это вот все, вот, если все будет хорошо, она его подпишет сама уже, бинарный пакет подпишет сама своим ключом, и он приедет, вот сейчас покажу, куда, вот, тем более, что там все равно есть мои пакеты, вот сюда он приедет, мы, кажется, этот сайт уже видели, у вас, тут происходит страшное пересборка КДЕ, человек с ником ЗЕРК, с именем Сергей Турчин, это человек КДЕ, он собирает все КДЕ, и все КУТЭ заодно, вот, и это обычно очень долго, понятные зелы, вот это я, последний мой, последняя моя сборка была 7 декабря, я собирал, пересобирал, обновлял Бэби, вот, то, что здесь написано, что это автомат обновлял, не верьте ему, я запустил свои скрипты, но потом проверил, потестировал, вот, очень часто от меня бывают вот такие штуки, потому что мы и скрипты сами скачивают, сами обновляют, сами собирают, потом говорят проверей, вот, ну вот, к сожалению, я не стал показывать, как вот этот пакет появляется здесь, я вообще не уверен, что он нужен, с учетом того, как он работает, вот, но вот все мы видели, а, я обещал показать очередь, ну давайте я покажу очередь, и на этом мы закончим, очередь на сборку выглядит примерно так, вот это задание, которое у меня либо не собрались, либо я получил отлуп по ним, например, я пытался собирать чужой пакет, а там АЦЛ, права доступа не позволяют мне собирать этот пакет, но зато Монтейнеру я написал ему, он увидел мои патчи и включил их в пакет сам, он обычно делает так, вот, команда task.ls показывает список тасков, команда task.add добавляет таск, task.run запускает таск, и это все происходит вот в сборочнице, которая там циклически все это делает, поскольку архитектура сборочницы, это интересная, но не такая простая штука, чтобы объяснять это более подробно, я не делаю это сейчас, тем более времени уже нету. Если вдруг у меня хватит времени, я сделаю курс по, собственно, Пэггэш-Монтейнеру, что он был когда-то в году, это в 15-м. То есть вот, как взять исходник, положить в пакет, и вот это вот все. но пока вот, пока все, что есть. Все. Все. Значит, я больше ничего не хотел рассказать, я и так занял много времени, это была последняя лекция на нашу, на тему, на тему, значит, разработка приложений под Linux. к сожалению, пока что я не готов четко сказать, как будут оцениваться домашние задания, про домашние задания известно только своевременных выполнений пока что. В течение недели я надеюсь принять решение относительно того, какие будут критерии оценки и опубликовать их вот здесь. Все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но мне кажется, что нам пора уже... Нам пора, да. Значит, в следующий раз, в следующем семестре у нас из Linux-овой темы курс, который называется «Сети в Linux», вот, где мы будем баловаться с этими самыми виртуалками, вот, только маленькими, вот, изучать сети. Все, все. Всем спасибо и до новых встреч в следующем семестре, как хотелось бы надеяться. Субтитры создавал DimaTorzok